В Екатеринбурге юридическое разбирательство из-за обзывательства в соцсетях может стать интересным прецедентом. Там местного депутата городской думы в одном из комментариев обозвали нехорошим словом на букву «Г». Он требует сатисфакции через прокуратуру и суд. Когда Ян Воскресенский разбирался в теме, он выяснил, что сейчас задокументировать оскорбление в интернете проще простого. И учитывая степень ненависти в соцсетях, подобные дела можно штамповать. Униженный и оскорбленный депутата Екатеринбургской городской думы обидели в интернете. То, что сейчас называют троллингом, Евгений Боровик не оценил и теперь требует сатисфакции. Тут вопрос восстановления репутации, чтобы человек получил урок, что так себя вести нельзя. Он оскорбился на то, что в социальной сети его назвали скучным и предсказуемым. Но самое страшное в неприличной форме сравнили с резиновым изделием. Лингвисты из местного центра экспертизы подтвердили, тут и правда есть на что обидеться. В указанном высказывании реализовано значение унизительной оценки лица и лингвистические признаки неприличной формы выражения. Автор оскорбительной метафоры, впрочем, нисколько не жалеет, что не сдержался в присутствии в виртуальной публике. Право говорить то, что ты думаешь, оно стоит того, чтобы побегать по прокуратуру, по государству. Я реально считаю, что он очень плохой человек и делает очень недопустимые вещи. И что моя задача как-то ему, ну если не остановить, ну по крайней мере ему все это осложнение. Но теперь обидчик депутата рискует попасть под суд. И таких дел от роллинги в интернете с каждым годом все больше. Для того, чтобы запустить юридическую процедуру, достаточно ознакомить с оскорблением любого нотариуса. Он проходит по ссылкам, на которых содержится, например, оскорбительные выражения. И фиксирует их, после чего распечатывает данную страницу на своем принтере и прикладывает ее к своему нотариальному протоколу. И далее, в общем, вы с этим протоколом уже можете обращаться либо в суд, либо для возбуждения административного дела. Еще недавно многие нотариусы отказывались фиксировать оскорбления в социальных сетях, не разбираясь, как они устроены. Но теперь постепенно повышают компьютерную грамотность. За юридической практикой по делам о троллинге сильнее всего следят публичные персоны, которые о каждом своем шаге спешат сообщить виртуальным поклонникам. Вот только некоторые в ответ ядом в комментариях изливаются. Честно говоря, в последнее время зломных комментариев, мне кажется, не только у меня у одной. И даже у каких-то няшных детишек очень много становится. Но лично я, как публичная личность, я не реагирую. Вот и юристы советуют клиентам, особенно статусным, хорошенько подумать, прежде чем жаловаться на обидчиков. Даже выигранный суд может не принести удовлетворения. Вы привлечете к себе излишнее внимание, что называется неким эффектом Барбары Стрейзен. Имеется риск, что будут привлечены и вовлечены во все это дело СМИ. Далее распространено, например, перепосты в сети интернет, что еще более усугубит ситуацию, например, вашего клиента. Эффект Стрейзен сполна ощутил на себе оскорбленный екатеринбургский депутат. Стоило пригрозить судом, и обидное прозвище к нему приклеилось намертво. То, что какие-то деграданты, грубо говоря, начали это что-то поддерживать, ну, я откровенно говорю, что я считаю, что это не от большого ума. Это не те люди, для которых я работаю, это не те люди, для которых я хочу что-то делать вообще в нашей стране. Избиратели обидчивость депутата оценили. После недавних выборов теперь он уже бывший депутат, которому предстоят немалые траты. Чтобы заверить одну только страницу в социальной сети, нотариус просит 5000 рублей. Именно столько придется заплатить и обидчику, если его троллинг обернется штрафом. Я Масклесенский, Татьяна Гагарьнова, Ирина Уимина, Владимир Тихонов. Известие специально для Пятого канала.